Мы переходим к четвертому вопросу, к четвертому разделу и поговорим сейчас о типах огнестрельного оружия, присутствовавшего в Черкесии и особенностях, плюсах и минусах, связанных с их инструкцией и применением. Да. Ну и сразу уточним, что в предыдущих частях мы часто употребляли фразу «винтовки, винтовки, винтовки». И вот это интересный вопрос. То есть никто не считал, до сих пор никто из историков, следователь, не задавался вопросом, вот как в документах пишут, что у всех горцы винтовки, они метко стреляют, потому что у них винтовки. То есть, а насколько это реальная ситуация? То есть, какой процент нарезного оружия был в адыгской среде? То есть, никто этот процент до сих пор не считал. Но все-таки, если смотреть какие-то источники, документы, можно точно утверждать, что не все 100% горцев имели винтовки. То есть, это, ну, как бы такой миф, что у них вот было только нарезное оружие. Ну, опять же, кто этим занимался, вот есть такой историк Анзор Астахов, он, ссылаясь на Теофила Лапинского, утверждает, что количество нарезных ружей адыгов было сильно ограничено, что на самом деле это, ну, была, ну, редкость, нарезное оружие. Ну, вот давайте и рассуждать на эту тему. Что, если перечислить классический набор оружия чертеского воина, то что в него входит? Это длинная, кремниевая, пластырная винтовка. Потом поясним, что такое пластырь. С узким прикладом, кнопочным спуском, который заряжается пулей, сальные тряпочки. Опять же, тоже скажем, что это такое. Винтовку носили в бурочном чехле за спиной. Кроме винтовки, это один-два кремниевых пистолета, которые прикреплялись к рукояткам цветные шейные шнурки, на шее, чтобы не потерять оружие в бою, уже часто потом попасть его обратно, то есть выстрелил, бросил, он уже болтается возле пояса. Вот, ну, шашка в глубоких ножнах на плечевой портопе и кинжал. То есть, что нас интересует? Значит, ружье и пистолеты. То есть, поговорим о конструкции и внешнем виде черкесских ружей и пистолетов. Ну, для начала пишем конструкцию. Ну, у нас, вообще-то, в ходе нашего видеоролика, наших познавательных передач, часто мы вставляем различные фотографии, будет видеоряд, так что будет иллюстрация, я не буду сильно заморачиваться с описанием. Итак, описание конструкции вкратце. Ствол круглая, либо граненая стальная трубка, внутри которой есть 7 или 8 внутренних нарезов. К стволу прикреплен кремниевый замок. Все это крепится на тонкой деревянной ложе с узким, длинным и легким прикладом, который оканчивается костяной пяткой или пятой. Общая длина ружья, это важно, потому что мы говорим длинные, длинные ружья, длинные винтовки, в среднем, ну, полтора метра. Если кто, ну, более-менее, там, винтовку Мосин держал в руках, или что-то такое уже более современное, понимает, что это явно очень длинное ружье. Итак, полтора метра. Из них, кстати, длина ствола больше метра. То есть, это очень длинный ствол, по сравнению, например, с европейскими или русскими ружьями той эпохи. Калибр небольшой. Если стандартный калибр семилинейного ружья, тогдашнего, вот, российского, семь линий, это, ну, где-то почти 17 миллиметров с лишним, то калибр черкесского ружья где-то 12-15 миллиметров. То есть, меньше был, это, кстати, было выгодно, это был плюс черкесскому ружью, чем у тогдашних стандартных армейских русских образцов. Вес, ну, мы уже говорили, что черкесская винтовка была легкая, это где-то 2,5-3 с небольшим килограмма. Та же самая винтовка в Мосино, это, ну, 4 с лишним килограмма. Вот, то есть, вывод. Черкесское ружье длинное, тонкое, легкое. Вот. Ну, стреляли обычной свинцовой сферической пулей. Тут каких-то особенностей не было. И вот, кстати, немножко об оружейной экзотике. Настоящей оружейной экзотикой в 19 веке для адыгов были двуствольные ружья. Вот об этом мало кто упоминает, но есть упоминания. Тот же самый Федор Тарнау писал, что когда он гостил в 1835 году у кабрадинского князя Измаила Касаева, то по углам нашего помещения всю ночь караулили Касаевские уздини, вооруженные двуствольными ружьями. Можно сказать, что да, действительно, несколько есть исторических свидетельств, которые фиксировали этот редкий вид оружия. Редкий до такой степени, что это было, ну, если современным языком говоря, что-то типа оружия элитной охраны какого-то высокопоставленного князя. То есть это, ну, очень редкие дорогие образцы. И в частности, вот, черкесскую двустволку была упомянута еще в мемориуме генерала Якова Бакланова, который несколько лет служил на Кубанской линии и пользовался этой черкесской двустволкой, когда находился вот под началом генерала Заса в экспедициях. Или, например, на Лобе, на Лобинской линии. Один из офицеров Лобинского полка, Аполлон Шпаковский, рассказывал, что вот начальник Лобинской линии генерал Волков заказал на черкесский азиатский манер в Бельгии партию азиатских нарезных двустволок, которыми он презентовал и награждал особо отличившихся казаков. Ну, то есть, грубо говоря, вот, опять же, какое-то редкое наградное элитное оружие. Но оно было. И причем часто, вот, опять же, Аполлон Шпаковский описывает шок в Бергала врагов, когда я второй раз выстреливал неожиданно для них. Вот. Ну, ладно. То есть, это немножко об экзотике оружейной, а теперь, собственно, о классической черкесской винтовке или ружье, о ее достоинствах. Ну, во-первых, мы уже упоминали, но сейчас более четко, она легкая. Ну, для, особенно, конного кавалерийского боя это однозначно большой плюс. То есть, легкость оружия. Не будем забывать, что вот есть понятие, там, пехотное оружие, а есть кавалерийский карабин, да. Адыги не укорачивали свои ружья. Они у них длины стандартные были и для пехоты, и для кавалерии. Единственное, что плюс был и там, и там, это их легкость. Вот. Простота. Ну, грубо говоря, современным языком, она, черкесская винтовка, имела достаточно простую конструкцию, там трудно было чему ломаться. И по этому поводу есть интересное свидетельство в рассказе писателя Николая Коневецкого «Вчерашние враги», написанном в 1901 году. Кстати, для всех рекомендую очень интересный рассказ на тему примирения между русскими адыгами, когда в купе поезда встретились воевавшие активно между собой адыг, ну, старый адыг, там, и полковник казачий, там, по 60 с лишним лет. Адыг, кстати, был из аула Мыргукай под Майкопом. Ну, это название, конечно, сейчас, как там, современное, не будем прослеживать, но рассказ очень редкий. Где его, кстати, прочитать? Такая косвенная реклама. С 1993 года, он был там переиздан в небольшом партии эти, ну, тиражом рассказа Коневецкого. Давно эта книжка сгинула. Я недавно с трудом нашел, выпросил, сосканировал, и в электронном виде в группе «Кавказская линия» выложил этот рассказ. Рекомендую прочитать всем. Вот это идеальный рецепт, как нужно русским и адыгам между собой договариваться и примиряться, как эти два старых воина. Это решили, когда ехали в купе вагона одном. И вот они там рассказывают о своей жизни, что «а я, а я, а вот я там, а я там, там времена хорошие раньше были, эх, не то что сейчас». Ну, типичный рассказ двух старых пожилых мужчин. И вот они как бы рассказывают. Пожилой полковник говорит. Вот тоже ружье теперь. В минуту 16 раз. На 1200 шагов стреляет. Ну, подразумевается, что это берданки и мусинки. Это уже начало 20 века. Разве тут будет хороший стрелок? Ведь это все равно, что машина. Патрон за патроном валит. И, как бы, грубо говоря, человеческий фактор тут минимальный. Вот. И он продолжает дальше. «Нет, ты из нашей Кремни, овки-винтовки, голубушки, постреляй. Вот тогда узнаешь, кузькину мать. Тут каждый выстрел на счету». Почему еще скажем? А мушка какова? Чуть только дырочка светится. Вот тут возьми прицел. Тут тоже надо будет сделать пояснение, что за дырочка светится. Скажем. А главное, вот на что мы хотим обратить внимание, нечему у ней портится. А наш, очень уж матушка, проста. Помню, раздели. Налетела она у нас туча. Насквозь промочила. Ни нашим, ни вашим стрелять нельзя. Ну, он же и рассказывает это все адыгу. То есть, ваши, это вы. Вот. А что же вы думаете? На другой день посмотрели, хоть бы где ржавчина взяла, как с гуся вода с этой винтовки. Горец адыг отвечает. «Нашу тоже знай. Орла, Ниба, стреляй. Ружье стреляй. Орла, упади». Он вздохнул и добавил. «Наша брата тоже добре стреляй». Ну, то есть, подразвивается, ну, точность, меткость и дальнобойность. А теперь немножко пояснения. Итак, что там за дырочка светится? Все очень просто. То есть, кроме простоты и легкости, один из больших плюсов черкесской винтовки, хотя я все время говорю винтовка, ну, там ружье-винтовка, то есть, нарезное или гладкоствольное, тут мы уже сказали, сложный вопрос. Это так называемый диоптрический прицел. Что такое диоптрический прицел? Ну, это в отличие от классического, там, мушка и, как бы, на стволе, и вот эта вот развиленка вместо этой развилины, вот, да, есть, как бы, такой, видимо, фотографии будут сложно объяснять. То есть, прилив, в этом приливе на стволе несколько отверстий. Как прицеливаются? Когда в эту дырочку видно мушку. То есть, когда совпадает, видишь сквозь эту дырочку мушку, значит, навел точно, все, стреляешь. Ну, диоптрические прицелы распространены на западе и на востоке. Ну, то есть, это турецкое, как бы, влияние. То есть, диоптрический прицел позволяет стрелять гораздо точнее. Тем более, если учесть, что тогда, в ту эпоху, на многих русских армейских ружьях не было как раз нормальных прицельных приспособлений, в отличие вот от таких, очень, ну, достаточно точных на тот момент прицелов, как на черкесском оружии. Вот. Что это давало? Точность и дальнобойность. Что касается дальнобойности. Ну, винтовки, говоря тем языком, били на 400 шагов. От дальней стрельбы гладких ружей горцев, по свидетельству Хуана Ван Галина, это иностранец, воевавший на Кавказе под началом Ермолова, он говорил так, дальней стрельбы даже и гладких ружей черкесских, она в полтора раза больше, чем ружей русских солдат. А Теофил Лапинский приводит конкретные цифры. 250-300 шагов. Другими словами, у черкесов дальность выстрела была, ну, больше, чем у русских ружей, да. То есть, ну, грубо говоря, смотрите, у черкесов она составляла там 250-300 метров, а у русских 200-250. То есть, минимум, как минимум, метров 50 выигрыш был. Ну, при тогдашних дальностей дистанции, это очень серьезное расстояние. То есть, чем это достигалось, даже если ружье гладкоствольное? За счет того, что длинный ствол, мы не зря говорим, что длинные очень были винтовки черкесские, под полтора метра, пули более меньшего калибра, чем у русских ружей. Поэтому даже без нарезного ствола это давало преимущество. А если еще и нарезной ствол, то еще в добавку, добавьте. То есть, вот я сказал, что на 400 шагов беловинтовка, а гладкостволка, ну, на 300 шагов, да. Ну, то есть, это явное огневое преимущество давали эти вот особенности черкесскому оружию. Горной местности осведомления. Да, тем более, что черкесские стрелки были широко известны своей меткостью. Вот, в частности, тот же самый Теофил Лапинский утверждал, что столь высокая точность стрельбы достигается постоянным упражнением верной рукой и острым глазом адыга. То есть, человеческим фактором, а не техническим. То есть, черкесы были хорошие стрелки. Но правда учесть, что часто у них свинца и пороха было мало. Поэтому тренироваться было постоянно сложно. Поэтому, видимо, надо думать о том, что они очень берегли выстрелы. И поэтому стреляли только наверняка. Тем более, что все-таки, вот мы уже упоминали, что нету реконструкторов современных черкесских. Но никто ни разу уже много десятки лет не стрелял из винтовки и не смотрел, как оно, чего и чего. Без этого мы точно не можем говорить о эффективности этого огня. Поэтому есть и другое мнение. Вот, в частности, другой фрагмент из книги «Тенгинский полк на Кавказе» автор Ракович. Ну, как бы о качестве стрельбы русских солдат. Для обучения рекрутов в смелой и при том цельной стрельбе отпуск огнестрельных припасов был невелик. На каждого человека 5 боевых и 30 холостых патронов в год. Неудивительно поэтому, что стрельба в полку не могла быть доведена до степени совершенства и меткость была очень незначительна. Значит, момент. Почему черкесские стрелки были меткие? Может быть, не только потому, что они действительно реально очень точно стреляли. А может и потому, что на фоне безобразного плохого огня русских солдат это была действительно очень меткая стрельба. Добавляем. Воспоминания Григория Филипсона 1837 год. Наша пехота стреляла довольно плохо и была вооружена старыми кремниевыми ружьями. До того плохими, что нельзя было с уверенностью попасть на 100 шагов. То есть, ладно, еще гладкоствольно, но до того раздолбанное ружье старое, что даже 200-250 шагов, вот ту нормальную дистанцию эффективного армейского огня, не держали эти ружья. То есть, они были в плохом техническом состоянии. Ну, правда, добавляет, что линейные казаки имели винтовки черкесского образца, а черноморские казаки, которые вот в этой экспедиции участвовали все, разнообразные, очень плохие ружья. Ну, тоже с армейских складов им выдавали всякое, вот он шелупунь. Вот. И он дальше продолжает. Я уже сказал, что наша пехота очень была дурно вооружена и стреляла плохо. В этом отношении неприятель над нами имел большое превосходство. То есть, ну, лучше вооружен и стрелял лучше, подразумевается. Нельзя сказать, чтобы горцы были отличные стрелки. Но их длинные винтовки, заряженные пулями в сальные тряпки, били гораздо вернее наших ружей. И при оборонительных действиях они могли укрываться и выжидать приближения наших. То есть, ну, спокойно целиться. То есть, вот и вопрос. Никто сейчас не скажет, до какой степени искусство стрельбы было. Вот вообще, как вот, ну, феноменальное, как, знаете, вот, упоминают тех же самых, там, пластунов черноморских. Чтобы проверить, нужно пострелять. Вот сейчас. Поэтому, вот, стоит относиться критически. То есть, получается, тут есть вторая позиция, что, может быть, меткие стрелки были на фоне плохих русских стрелков. Может, поэтому. Вот. Тем более, как говорит Филипсон, пользовались они местностью очень хорошо. И с инстинктом горца соединяли замечательную храбрость и легкость в ходьбе по горам. То есть, он набегается, но он не дышит, как, знаете, вот, равнинный житель по горам запыхавшийся. Он, несмотря на вот эти все постоянные перемещения, он, ну, спокойно, физически может спокойно стрелять. То есть, получается, значит, дело тут не только в точных глазах и верных руках горцев, а это было. Потому что, если у тебя мало свинца и пороха, ты явно будешь экономить выстрелы, бить точно. Но еще и в плохом уровне обучения русских солдат и дурных русских ружьих. То есть, такой комплексный подход. Ладно, о достоинствах ружей и винтовок поговорили. Что касается недостатков. Ну, главное, это медленность заряжания. Вот мы упоминали тут какие-то сальные тряпки. Что это такое? То есть, при заряжании пулю оборачивали в тряпочку. Ну, почему сальную? Для того, ну, не сухая, чтобы была. Чтобы по стволу она шла хорошо. И досылали эту пулю в тряпочки в канал ствола шомполом. Но, если ствол нарезной, пуля по нарезам идет с трудом. Поэтому специальным деревянным молотком дальше достукивали. То есть, получается, что вот что значит пластырная винтовка. То есть, пластырь, это по-русски. Ну, в России тоже на вооружении одно время были такие, что цера. Вот, то есть, кожаный кружок или матерчатый кружок, на который клали пулю. И потом ее досылали. Штуцер заряжать в несколько раз дольше и труднее, чем гладкоствольное ружье. Поэтому черкесы били дальше, точнее, но реже. Гораздо реже. Ну, кстати, одно время русская армия вообще устала от этих вот пластырных штуцеров. И в 1808 году, то есть, вот эти егерские штуцера, которые на Кавказе тоже использовались в полках, они были, ну, официально сняты с вооружения, то есть, новых образцов не поставляли. И следующий образец такой массовый нарезного оружия в русскую армию, это бельгийский литийский штуцер, пришел в 1843 году. То есть, получается, огромный период Кавказской войны русская армия не знала, что такое нарезные ружья. И как-то вот справлялась, да. Вот, то есть, на тот момент в русской армии вот у солдат вообще не было нарезного оружия. Потом опять появилось. Причина, тугое досылание пули шомполом. Занимает, ну, слишком много времени. То есть, ну, черкесскую винтовку вот так вот, ну, пристукивать, пробивать эту пулю, ну, 4-5 минут. Это очень долго, очень долго. И невозможно это сделать на лошади. Да, ну да. Поэтому, обычно, ничего удивительного, когда все вот тогдашние российские авторы пишут, черкесы в деле стреляют один раз и бросаются в шашки. Потому что, ну, нет времени. А с другой стороны, при оборонительном периоде действия это удобно. Бьешь издалека, у тебя есть время, пока русские подойдут. Да еще ты там за валунами, ну, в зарослях тебя не видно. То есть, ты спокойно можешь эту винтовку зарядить. Но это вот тоже накладывало свою специфику. Вот по этому поводу, что черкесы стреляют в деле один раз, пишет Федор Тарнау. В деле черкес, ну, конник, какого лист, подразумевается, наскакивает на озвою противника с плетью в руке. В шагах 20 выхватывает из чехла ружье, делает выстрел, перекидывает ружье через плечо, обнажает шашку и рубит. Все. Николай Симоновский пишет о пехоте черкесской. Черкесы, сделанного ими завала, за которым селил человек 250, сделали по нам залп из ружей, а потом кинулись на цепь в шашки. То есть, вот, это как бы и достоинство, и минус черкесского оружия, что долго заряжать. Тем более, мы сказали, что винтовку с этим молотком на лошади зарядить сложно, но, вот, например, Торна упоминает, что, если бывает, что черкес на лошади быстро поворотит лошадь, уходит назад и наскаку заряжает ружье для вторичного выстрела. Подсказка. Значит, у него гладкоствольное ружье. Потому что, ну, на коне зарядить наскаку винтовку нереально. Это, кстати, на тему того, что никто до сих пор не посчитал, какой процент был у адыгов нарезных или гладких ружей, ну, вот, в их, ну, обществах, да. Плюс, ну, как бы, плюс, точнее, недостаток. Нарезные стволы весьма дорогие и сложные в производстве. Таким образом, вот, за высокую дальность и точность выстрела приходилось чем расплачиваться? Низкой скорострельностью, ну, и высокой стоимостью оружия. Вот, то есть, по большому счету, получалось так, что нарезные винтовки – это оружие одного выстрела. Подсказка – партизанское оружие. Отсюда влияние на тактику боя горцев. Ну, мы сказали примерно тактика, как это все и осуществлялось. То есть, высокая дальнобойность в сочетании с точностью позволяла издалека обстреливать боевые порядки русских. Вот. Тем более, они были вооружены более скорострельным, гладкоствольным оружием, но оно било на более короткие дистанции. То есть, мы можем стрелять, а они по нам еще не достают. Да, ну, не достигаем огонь, да. Вот. А большая дистанция стрельбы давала возможность вот на эту перезарядку. А потом мы отступим. Ну, то есть, горцы, как правило, никогда не нападали в открытую. Они сопровождали. Вот идет отряд. Они по окрестным горам ведут обстрел, сопровождают и перемещаются вслед за русским отрядом. То есть, вот здесь плюс. Но, вывод. Винтовка это хороша для партизанской борьбы. А для открытого сражения, вот, один раз выстрелил, все и забудь про нее. То есть, и плюсы, и минусы есть. Ну, все это, конечно, как мы поняли, прекрасно вписывалось в основной принцип партизанской войны, которую вели горцы. Выстрелил, скрылся. Ну, и опять появился через время. Николай Симоновский на эту тему. Свидетельство 1837 года. Под самым почти Абином, ну, это Абинское укрепление, подразумевается, имели перестрелку. Я подъезжал во время перестрелки близко. Пули свистели мимо. Но черкес, черкес, совсем не было видно. Они стреляли из-за деревьев, иногда только показывались их головы, когда старались высмотреть, ну, в кого им метить. Вот их образ войны. Они всегда стараются убивать так, чтобы их самих не видели. Ну, а если говорить еще о каких-то тактических уловках черкесов, связанных с этим, ну, с партизанской тактикой. Вот можно вспомнить слова такого автора, как Джон Лонгборд, который писал, что черкесы во время стрельбы по российским войскам, ну, сновали во всех направлениях, ползая по земле в своем лиственном оперении. То есть они утыкивались и маскировались зеленью, ветками. То есть у нас это обычно воспринимаются какими-нибудь рейнджерами 20 века, там, Вьетнамская война или еще что-то. А оказывается, вот, товарищи черкесы, они с маскировкой, у них все было хорошо. Тем более мало кто знает, что, ну, нормальный черкесский ций, то есть черкесска, какого она цвета. Я у одного путешественника хорошую, как бы, ну, фразочку запомнил навсегда. Он говорит, у казаков Ленин, как и у черкесов, чекмет цвета сухих листьев. О, так она еще и, оказывается, защитная цвета была. То есть, ну, это такой грязно-желтый, серый, светло-коричневый тона. Это как покрасит домашним красителем, но получается, камуфляж утыкивались ветками, еще там ползали. И, кстати, напоминаю, что во многих европейских армиях команды «ложись» очень долго не было. То есть, они вот под этим картечным огнем на Бородинском поле и стояли, то есть, когда выкашивало эти ряды, да. Вот, то есть, они знали, что такое маскировка. Или, например, как, ну, предусмотреть так, что вот долго винтовку заряжать, чтобы не остаться без выстрела. Например, при стрельбе за кубанцы не стреляли разом. Это правильно. Вот, располагались так называемой круговой цепочкой. То есть, во время отступления. То есть, те, кто находятся впереди, стреляют, забегают за заднего. Ну, прячется, точнее, заряжается. Этот стреляет. И вот так они отступают перекатами назад. То есть, это хорошие, нормальные, грамотные попытки компенсировать долгость заряжания своего оружия. То есть, ну, что-то можно было предусмотреть. То есть, таким образом, они постоянно стреляя и перемещаясь отступали. Ну, до той позиции, которая им была нужна. Ладно. Что касается о минусах еще черкесского оружия, это один из минусов, это отсутствие штыка. Вот, можно говорить, что для рукопашной схватки черкесские ружья не были приспособлены. Поэтому часто вот русская пехота, она была такой неодолимой силой для горцев. Да, у русских солдат были плохие ружья. Но зато хорошие штыки, они умели ими пользоваться. Вот, в частности, такое свидетельство российского помещика на Кавминводах, он в 1832 году, Федор Кабанов, описывал джигитовку и скачки черкесов и линейных казаков. Пишет, это чудеса неимоверные. И потом он описывает, как генерал приказал сделать пример атаки, как обыкновенно они делают по примеру горцев, ну, казаки. С пальбой, с шашками и с криком, или лучше сказать, с визгом, ги-ги, присем. Действительно, какой-то ужас овладел нами, ибо это несравненная атака. И я не знаю, какое войско, исключая пехоты, могло бы устоять против этого. То есть он говорит, это страшно, это, ну, очень серьезно, но пехота отобьется. Вот, честь и хвала линейским казакам и командирам. Или Федор Тарнау упоминает, как осенью 1934 года старший из братьев Карамурзиных был убит в деле под Шигиреем, предводительствуя черкесской конницей, которая имела дерзость броситься в шашки на русскую пехоту. Ну, уточним, конечно, что русский пехотный отряд должен быть монолитный и собранный. И то есть часто вот главная задача солдат была держать строй. То есть черкесские бросания в шашки были успешны, когда на растянутую по местности какую-то там узкую полоску пехоты они нападали, или на парную стрелковую цепь на окраине отряда. То есть стоит с этим солдатам собраться и, как говорится, приготовиться, все, шансов нет. Вот, и кстати, если мы уже говорили, вот нарезной ствол, заряжание с казны, даже вот револьвер. И на самом деле в той же самой европейской, ну, военной технике это знали еще там в 15-16 веках. Но это или долго, ну, заряжать, или жутко дорого. Поэтому нельзя сказать, что вот, ну, русские не знали там, что такое там нарезной ствол, меткий огонь и так далее. Просто массовая армия, как российская, как и все европейские, предпочла быстрее стрелять, чем стрелять, ну, точнее, дальше, но реже. То есть русских выручал в более быстрый, батальный, ну, залповый огонь. Вот, например, фраза офицера Симоновского про бой с отрядом Казбича в долине реки Вулан летом 1837 года. То есть мы выступили на фражировку, углубились в ущелье, там встретились с ополчением, которым предводительствовал всадник на белом коне в белой челме. Ну, короче, Казбич это был. Вот. Черкесы бросились, но мы приняли их в штыки и начали душить перекрестными залпами. Ну, то есть адыги нарвались на, ну, частый, батальный залповый огонь из глубокоствольных ружей, который, конечно, в упор косили очень сильно. То есть вывод. В чем-то, например, для партизанских таких вот видов ведения войны черкесская винтовка была хороша. В открытом полевом сражении это уже часто играло ей во вред. Вот. Что касается пистолетов. Ну, пистолет это, понятно, не такое уж основное оружие, но упомянем. Что пистолеты адыгские, черкесские были одноствольными. Черкесские пистолеты были из или закубанской отделки, или турецкой работы. И в этих названиях из документа видно, что значит закубанская отделка. Ну, может быть, как раз вот как турецкий ствол и замок они обделывали сами. Или готовый, то есть пистолет турецкой работы с клеемами, с какими-нибудь там надписями из Корана и так далее. Ну, широко распространенным оружием пистолет был среди обеспеченных адыгов. Простой адыгский воин, как мы говорили, обходился, ну, кинжал, шашка, ружье. Пистолет это вот дворяне знать вот туда. Как правило, большинство горцев носило один пистолет, заткнутый сзади за пояс. Это, кстати, тоже интересный факт, когда смотришь рисунки, вот он тут, он сзади за пояс заткнут, его хорошо видно. Когда кто-то носил два пистолета, то крепились обычно следующим способом. Один пистолет в такой матерчатой кобуре на боку, а второй, опять же, за спиной заткнутый за пояс. Ну, или оба пистолета размещались по бокам, каждый своей кобуре рукоятью вперед. Это как? Ну, как Феликс Наков показывает, как мгновенно шашку используют, сразу вынимая из ножен, так и пистолет. Ну, грубо говоря, рукоятью вперед вынул, сразу выстрелил. Хотя в произведении Екатерины Лачиновой, мы упоминали этого товарища, черкесский наездник Али Харциз носил сразу три пистолета. Вот, один заткнутый за пояс спереди, он описывает, другой заткнутый за пояс сзади, и один на правом бедре. Ну, как кобура, вот это я упоминал, да? То есть, ну, это вот черкесский терминатор был такой, да? Вот. И когда из пистолетов или из гладкоствольных ружей стреляли в упор, то часто это тоже фиксируется для усиления поражающего эффекта, заряжали сразу двумя пулями. Сразу вопрос, а винтовку можно зарядить двумя пулями? Нет, потому что, не дай бог, там не так по нарезам, одна пойдет за другой, все, конец винтовки. То есть, это для стрельбы в упор, для того, чтобы, ну, точно завалить человека. Две пули, то есть, пистолет, заряженный двумя пулями или ружье. Кстати, вот таким выстрелом был убит князь Джамбулат Балатоков. Ему прилетел в упор выстрел из ружья, заряженным двумя пулями. Ну, я думаю, даже еще, как это можно объяснять, а вот если в Гольчуге всадник, видимо, двойной заряд двумя пулями, он пробьет. Точно, да? Да, наверное, все-таки пробьет. Вот. Ну, конечно, еще стоит упомянуть в качестве такой экзотики, что вот у грузин или в Закавказье, или вот в Дагестане иногда, вот видно, использовались такие вот, я их называю пистолет Бармалея, ну, по-европейски это трамблон, то есть пистолет с раструбом, для того, чтобы стрелять зарядом картечек. Вот в западных адыгских местах не фиксируется применение такого экзотического оружия. Но часто, вот особенно в грузинских музеях, этот вид можно заметить короткого огнестрела. Ну, кстати, раз мы упоминали двуствольные ружья, как редкую экзотику, двуствольные пистолеты были, турецкие. Вот, например, в повести Аделя Гирея Кешева, абазинского автора, повесть называется «О бреке», там главный герой – беглый кабардинец. Он рассказывал, как вот однажды ему кунак на прощание принес, поднес еще и два двуствольных турецких пистолета. Один брату, другой мне подарил. В то время пистолеты эти так же дорого ценились, как нынче пистолеты с шестью выстрелами. Ну, то есть повесть писал уже после Кавказской войны автор, поэтому пистолет с шестью выстрелами – это револьвер. Оружие самое надежное, не чита нашим кремниевым, и под дождем и при ясной погоде грянет одинаково, никогда не обманет. Главное, двух сразу можно положить, один подле другого. Сразу вопрос, что это за двуствольный турецкий пистолет, который под дождем, видимо капсульный. Ну, уже с капсульным замком, они уже не боятся замокания. «Послужил мне подарок Каербека, ну, то есть этого вот кунака. Спасибо ему. Вот он и теперь еще при мне, до последней минуты будет со мной. Если бы только прибавить к нему такую же парочку, тогда и семь человек в поле не страшны мне». Ну, то есть это вообще действительно терминатор теркеский получается. «Особенно добыть бы шестивыстрельный, ну, то есть револьвер вот достать бы, да? О, это сложная выдумка геауров. Поворачивай только колесо, да цель прямо в лоб. Шесть выстрелов. Да, черт побери, это находка. В Аллахе я бы отдал все, чтобы у меня был бы такой же вот клад. Да нет, безбожники наши ни за что на свете не променяют его. Ну, да Бог даст как-нибудь, да буду, может, в русских его». Ну, то есть это он уже рассказывал о револьвере, и раз упомянули револьвер, вот напоследок этой части про револьверы. Значит, под конец Кавказской войны они появились. Ну, какие свидетельства есть? Есть, вот в частности, это 1860-е, 1850-е годы. Появились они у русских офицеров, но широкого распространения не получили по одной пристой причине. Ну, по какой причине? По той, что уж больно дорогая это была вещица. Вот, например, есть архивный документ, когда руководство Черноморским войскам говорит, что «Господа офицеры, покупайте пистолеты-револьверы системы полковника Кольта, ну, вот еще и пистолет-револьвер, слово не разделилось, да, за 25 рублей серебром. Статистика, почти никто не купил. Дорого, это очень дорого, да. Поэтому это было элитное оружие, которое изредка употреблялось, ну, какими-то состоятельными офицерами. Вот, в частности, один из таких случаев. В 1862-й год плен генерала Кухаренко, на которого напали абадзехи на Кубани, в районе станицы Кавказской, на Романовском броду. Генерал Кухаренко подвергся внезапному нападению партии конных абадзехов и был взят в плен после краткой обороны одного против восьми. Причем, системы Кольта, револьвер генерала Кухаренко, выстрела первого не дал и осекся. Вот, а за вторым взводом, напоминаю, что тогда револьверы были не самовзводные, а вот их надо было вот так вот перед каждым взводить, поэтому знаменитый ковбойский вот этот вот вестерновский момент, что он вот так вот взводит курок, а вот так вот он стреляет. Вот, значит, а по второму взводу не повезло роковой случай, что из неприятельского залпа пуля попала под курок, ну, в револьвер. И с такой силой, как передают подробности сами горцы, что рассекло генералу руку, а другая пуля пробила на нем одежду и контузива в бедро. Генерал, однако, бросил этот револьвер, выскочил из экипажа, успел обнажить шашку, но тут его и обезоружили. То есть, вывод, вот у генерала Кухаренко был кольт, но когда надо, он ему не помог. Да, вот, видимо, о таком шестивыстрельном и мечтал этот кабардинский обрык. И говорил, эх, как бы мне его достать. То есть, вот такой раздел о черкесских ружьях, винтовках, пистолетах и даже револьверах. Интересная история.